Спасибо, Григорий Иванович, что Вы нам рассказали, чем Вы занимались в Министерстве культуры. Поскольку Вы вступили в прямую полемику с представителями Министерства культуры, замминистра культуры Александровичем Дуравским, то есть позвольте Вам как журналисту ответить и как юристу. Значит, постановление правительства, о котором Вы говорите, распространяет свое действие на тех, кто занимает управляющие должности. Каковы, если Вы хорошо разбираетесь в творческой среде, каковы? Относятся и художественные руководители. Художественные руководители. В некоторых творческих единицах, то есть подведенствах учреждениях Министерства культуры, директоров нет. Есть художественные руководители, которые в одном лице совмещают в себе директорство и художественное руководство. В некоторых учреждениях есть две должности – художественные руководители и директор. С обоими в данном случае заключают Министерство культуры соглашение. Контракт. В некоторых случаях есть художественный руководитель, с которым Министерство культуры заключает контракт, а художественный руководитель принимает директора. В некоторых случаях по-другому. Мы подписываем контракт к директору, а он уже заключает соглашение с художественным руководителем. На все эти должности художественного руководителя и директора, а также на того человека, который отвечает за финансы, в данном случае это или замдиректора по финансам, или его главный бухгалтер, распространяется действие этого постановления правительства. Что означает, что творческие династии, например, которые работают, да, но вы же не говорите об этом, вы говорите, что творческие династии не запрещают. Да, их не запрещают. Это замечательно. Но есть одна тонкость, даже не одна, а несколько. Например, есть, например, я могу цифровать, например, Иосадов, где творческие династии являются ключевым звеном в управлении всеми учреждениями культуры. Например, там, усадьба Толстого, Лешова и так далее. Можно про цирку? Не про усадьбу, про цирку. Давайте про цирку. Так вот, если, например, цирковые работают, родственники работают в цирковом номере, это означает, что никто из них не может занять административную должность. Административную, включая художественного руководителя. Таким образом, художественным руководителем цирка, а также директором цирка, не говоря уже о бухгалтерии, не может занять человек из династии, работающий в этом цирке. Вот и все. Больше ничего. Это означает, что, например, все трое. Ну, вы же совмещаете в себе юриспруденцию и журналистику. Разделитесь, занимаетесь чем-то одним. Еще и цирком. Правильно. Еще и цирком. В трех ипостасах там вот чем-то одно. Я запомнился не обещаю. Я бюджетными и следствами не распоряжаюсь. Хорошо. Ну вот. Поэтому, а здесь ситуация следующая. Нет, вопрос даже не в этом. В том, что государство последовательно распространяет... Государство, по слову, распространяет антикоррупционные нормы и нормы, которые касаются государственных учреждений на все, что работает в государственном бюджете. Федеральный бюджет, региональный бюджет. И так и будет. Даже общественная организация, некоммерческая организация, которая получает федеральное финансирование, сегодня работает фактически по той схеме, по которой работает государственное учреждение. Открывая счет казначейцы, с тем, чтобы был осуществлен мониторинг за расходованием этих бюджетных средств. Ну, в целях противоречия коррупции, противоречия использования в террористических целях этих средств и так далее. В этом смысле государство последовательно на своих действиях. Но творческая среда с точки зрения миссискульптуры обладает своих спецификами. Если мы хотим, чтобы творческие люди вообще не занимали правонарушительные должности, ну, мы последовательно и дальше будем уже начать в этом направлении нормы. Право. Это не норма закона, это норма права. Поскольку это постановление правительства. Это законный акт. Может ли быть изъятие? Может. Есть перечень творческих специальностей, которые существуют, собственно говоря, для учета специфики регулирования трудовых отношений в такой сфере, как творческая. Понимаете? Поэтому мы говорим, давайте мы выведем творческие специальности и действия в отношении кого-то, в отношении директоров, в отношении художественных руководителей и творческих специальностей. Иначе получается. Вот творческий художественный руководитель работает или директор. В его учреждении ни одного родственника работать не может. Вы зря так качаете головой. Вы, это вы говорите сейчас неправильно. А от Минтруда у нас есть четкое, значит, разъяснение. Есть понятие подконтрольности, которое в самом широком смысле трактуется. Это означает, что даже если вы заместитель директора, а ваш родственник работает по другую линию в этом же учреждении, и вы гипотетически в какой-то момент X, в момент отпуска директора, может стать директором, ваш родственник будет вам под контролем. А это конфликт интересов. В избежание конфликта интересов один из двух родственников должен быть угодно. Вот о чем мы говорим. А если вы не разобрались в глубине этого вопроса, вам не нужно комментировать то, что вы в данном случае, в чем вы до конца не разобрались. Вы же не знаете пояснение Минтруда, вы не знаете наши, так сказать, работы комиссии по конфликту интересов. Сейчас это приводит к тому, что некоторые разводятся. Родственники, ну или, может, с женой. Да, с тем, чтобы... Но братья, так сказать, и сыновей развестить не состоять. Понимаете? Просто, понимаете, мы можем... На самом деле очень правильно, что норма права правильная. Действие закона верное. Но мы должны понимать, что художественная сфера, она специфическая. Вот мы понимаем, что некоторые учреждения управляются только директорами. Но у нас, например, в России есть такая специфика. У нас многие театры, так бы, к авторским театрам, возглавляются художественными руководителями. У многих художественных руководителей есть жены и дети. Они работают в театре, и в этом театре часто. Мы их должны уволить сегодня. Либо детей, либо художественного руководителя. Если он не уволит детей. Или жену. А может, жена работает в цепи, там, закройщиком. Да любой суд восстановит их. Не восстановит их. Восстановит. Не вы сейчас решили? Вы расширительно толкуете закон. Это не мы толкуем. У нас есть уполномоченный орган. Называется Министерство труда. Министерство труда тоже может ошибаться. Для этого есть ли... Может ошибаться. И надеюсь, что... Я так понимаю, что только вы не ошибаетесь в этом зале. Но, поверьте, в данном случае, мы-то, если бы было так, как вы сейчас говорите, мы бы были спокойны. Но, к сожалению, мы сейчас в ситуации, когда необходимо увольнять руководителей, если они не увольняют своих родственников. Потому что норма толкуется и трактуется ими расширителями. В этом сложности. Почему вдруг только сейчас... Министерство культуры обладает правоспособностью обратиться в Конституционный суд. Что вам решает обратиться в Конституционный суд? Пусть проверят эту норму и выскажут свою позицию, насколько это правильно. Ну, коллеги, значит, я не хотел бы дальше погружаться во все тонкости. Да, вам кажется, что это просто. Да, но, знаете, даже сразу идти в суд по правам человека можно обратиться только после того, как прошел все остальные инстанции. Есть иерархия. Да, мы должны начать работать с ведомствами, которые полномочены в этом вопросе. Обратиться в правительство. Через угол у правительства это просто неправильно обращаться. Мы надеемся, что нас услышат. Просто ваш голос не слышен. А в данном случае вы выступаете в логике, что все так хорошо, что ничего менять не надо. Ну, может быть, это так. Ну, может быть, это и полиция союза, творческого союза. Да, ну, хорошо. Да, я прошу прощения, потому что, ну, действительно, сегодня пятница, и много проблем и вопросов, которые надо решать в министерстве. Действительно, немножко я не предполагал, что будет сегодня здесь. Прошу прощения. Может быть, что-то эмоциональное стало, что-то лишнего. Вот, ну, спасибо вам за приглашение. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет для всех полезна. И в конце концов, перед этим каким-то, ну, правильным, мудрым решением. Ну, и в конце концов, к стратегическому виду, потому что журналистам это очень важно, и они одно из измерений власти и сообщества, которое формирует общественное мнение. Ну, и творческие деятели должны иметь свою позицию, должны эту позицию заносить до власти, чтобы власть слышала, есть у вас позиция, какая она. Ну, и то, о чем я сказал в первых строках, это все-таки стратегическое видение. Куда пойдет, куда идет цирк? Есть у вас понимание, что будет цирк через 5, 10, 20 лет. И будет не он, в том виде, в котором он был 20-30 лет того назад. Ну, это взглянание, оно хорошее, вот, но риски таковы, что наступает кинематограф, наступает, на кинематограф уже наступает сетевое вещание, на сетевое вещание, социальные сети и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны понимать, что технологии наступают на традиционные виды искусства. И вы должны это отрефлексировать и как-то себе ответить, дальше-то что? Это кажется, что мы живем в сегодняшнем дне, и завтра ничего трагического не произойдет. Оно просто наступает незаметно. Просто в цирк перестают ходить. Это все. Это очень тривиальный ответ на нетривиальные вызовы у цирка. Реально. Это, я не... простите, я могу все это говорить лишнее, опять же. Не для того, чтобы вам понравиться или не понравиться, а просто потому, что мир, в данном случае, более жесток искусством под названием цирка. У нас есть статистика в цирке везде, в мире, перестают ходить меньше. Потому что есть альтернативное искусство, которое быстрее, доступнее, дешевле, зрелищнее. Потому что можно, не выходя из дома, погрузиться в 3D-реальность, которая выбит вас не на три часа представления, а до тех пор, пока вы не вырастет из-под компьютера. Потому что у вас есть другие, в реальности, дешевые. Но не нужно тратить... Понимаете? Поэтому развиваться в цирке, и вообще любую искусство, должно развиваться по принципу. Быстро купить билеты, значит, это в сети. Логистика подъезда в цирку должна быть обеспечена, чтобы было просто. С детьми должна быть такая программа, которая позволяла бы проведение семейного досуга. Должны быть интерактивы. Примитивные, поверьте, продажа китайских поделок в фойе цирк, это уже позавчерашний день, даже не вчерашний. Если цирк останется на таком уровне, он просто умрет, как в торговле на ВДНХ в свое время. И на этом месте появится что-то другое. Глупанистическое, интерактивное, гиперактивное и так далее. Но для этого должна быть отрефиксированная ситуация. Должны быть, понятно, стратегические направления развития различных направлений внутри искусства по названию цирка. Понятно, где индустрия, где интерактив, где новые технологии, где человек, где зверь, цирковой. Ну, обязательно, да, вот видите, есть другие вызовы под названием, там, экологическое зеленое движение. Вы на все это, творческие люди, должны ответить. Если вам нужны люди с мозгами, которые позволят вам это четко сформулировать, эту проблему, сформулировать совместно ответ, мы поможем этим людям. Но этим нужно заниматься каждый день. Творческий союз не может собираться три раза в год. Один раз на президиум, второй раз на форум и третий раз на отчетно-выборную конференцию. Тогда творческий союз не работает. Творческий союз не работает каждый день, 24 часа в сутки. Должны быть программы, должны быть с внебюджетными поступлениями, должны быть у вас спонсоры, партнеры, коммерции, во власти. Это большая, системная, глубокая работа. И так уж получается, что все творческие союза обычно возглавляются едиными людьми, не узнаваемыми, творческими. Вариант, когда мы будем бороться таким образом, ну, вот таким образом, стараемся, чтобы творческие люди не смогут занять там место во главе учреждения, или только те, у кого нет семей. То есть это либо к распаду семьи у этого творческого человека, либо к тому, что творческих людей не будет на управленческих должностях. Ну, можно и так. Как говорится, ну, можно и так. Знаете, как они будут пространены. Значит, поскольку приходят, Теосиф Васильевич, по городу ходит у вас двойник. Что вы им делаете, Теосифович? Резстрелять. А может, у сыр близких. Ну, или так. Вот, понимаете, здесь не та ситуация, что или так. Здесь равнодушия быть не может. Если вы сами не поймете, что вам нужны люди харизматические во главе общественного движения, там, в основном, как Каляйин в СТД, или как Михалков-гинматолог, или как, я не знаю, там, Ульяна все время СТД возглавлявший, да, там же не случайно, что возглавляли актеров. Было много хороших директоров. Да, ну, почему-то не директоров с того возглавляли, а художественных руководителей. Почему? Потому что узнаваемый человек приходит во власть, ему надо решать все равно вопросы с органами власти. Ну, другие не только сообщества, но и другие. Поэтому вам решать, что будет с вашим союзом, что будет с отраслью. Сложение действительно сложное. И оно не связано с плохим государственным управлением в этой сфере. Оно просто связано с тем, что многие годы вы, в отличие от других отраслений, отвечаете на вопрос, кто мы, что делать, не важно поминоваться в данном случае, и что с нами будет через 5, 10, 20 лет. Этого статистического видения нет. Или оно фантазимое. По принципу, давайте наймем хорошего человека, который нам всем нравится, тогда будет все хорошо. Так не будет. Мы уже в другом мире живем. Есть жесткие экономические интересы у конкретных организаций, и тот же цирк Дюссарей, это экономическая схема, которая эффективна, потому что... Дальше мы начинаем перечислять. Потому что у них есть система, которая ссорезоточена в ММЭ, потому что они заходят в психологические движения, и так далее. Мы думаем, ну, чего еще? О чем вы не догадываетесь? Ну, не все так просто. Для того, чтобы была красивая картинка, с большой, большой работой и правильного лопитства. Ну вот, коллеги, я так, по-моему, наговорил уже на несколько статей. Спасибо. Спасибо.